Привет, друзья! Меня зовут Джен Лав, Анатолий Быков. И в этом видео я вам продемонстрирую обзор, как пользоваться сайтом TimeWeb, а именно хостингом TimeWeb. И покажу полезные различные штуки, покажу, как экономить деньги и платить только за то количество сайтов, которые вы используете, и не переплачивать. Ну и другие полезные вещи тоже вам продемонстрирую. Итак, поехали! Начнем с сайта. Смотрите, перед тем, когда вы регистрируетесь и когда вы создаете сайт, вы примерно предполагаете, сколько вы будете сайтов делать. Допустим, 3, 4, 5 или больше. Но тарифы изначально хостинг TimeWeb предлагает 1 сайт, 10 сайтов, 25 сайтов и так далее. Допустим, вам надо сделать 5 сайтов, а не 10. И смотрите, что получится. Если вы возьмете тариф сразу Optima Plus, который предлагает 10 сайтов и платить по 149 рублей в месяц, то вы, естественно, будете переплачивать. То есть вы будете создавать 5 сайтов, а платить будете за 10. И когда вы уже все это оформите, потом можно будет перейти, но это уже будет проблемно. Чтобы такой ошибки избежать, я специально вам сейчас покажу, что у вас может получиться в этой ситуации. То есть смотрите, у вас будет, вот я специально это уже включил у себя, вот сайты, да, у вас будет 5 сайтов использовано, используется 5, а платить будете за 10. Даже если вы потом внутри попробуете изменить, то это будет проблемно, это надо будет в службу поддержки писать и так далее. То есть видите, минимальное количество сайтов, которые мы по Zoom.com можем поставить, это 10, потому что изначально тариф такой. И поэтому изначально мы поступим по-другому. Я сейчас покажу как. Смотрите, я сейчас выйду на секунду в другой аккаунт для того, чтобы вам все это продемонстрировать, а из этого выйду. Итак, я вошел в другой аккаунт и сейчас я вам продемонстрирую, как сделать, чтобы платить именно за то количество сайтов, которые вы будете реально использовать и не переплачивать за большее количество сайтов. Смотрите, как это делать. Сначала вы приобретаете тариф меньший, да, который идет один сайт, да. То есть вам еще надо, чтобы 4 сайта у вас было. То есть сначала оплачиваете вот этот хостинг, да, ER+, который идет на один сайт. Потом, смотрите, вы можете добавлять себе количество сайтов, которые можете использовать. Вы опускаетесь вот здесь на главной панели управления, опускаетесь вниз, нажимаете «Изменить тариф». И вот здесь, смотрите, вы просто ползунком перетягивая, перетягиваете ползунок вправо-влево, да, вот. И увеличивается количество сайтов, которые вы хотите использовать. И, естественно, тут сразу прибавляется сумма, сколько в итоге будет в месяц выплатить, да. Вот. Просто перетягивая ползунком. Именно то количество сайтов, которое вам необходимо. Итак, далее, смотрите. Также, когда вы установили, допустим, количество сайтов, также нужно поставить количество баз данных. То есть если мы ставим количество сайтов 4, то мы должны также поставить базы данных тоже 4. То есть вот таким образом. Вот. Конечно, цена будет заметно больше, но именно так это все работает. То есть вот таким вот образом. В принципе, можно еще менять тариф вот здесь вот, да. Вот мы сейчас на таком тарифе находимся. Нажимаем вот здесь кнопочку. И вот здесь у нас тарифы, да. Optima Plus. Ну, те же самые, которые нам изначально предлагались. Вот. Ну, вот эти тарифы. Почему здесь сумма, когда мы меняем, вот здесь вот, да, такая большая, да, сразу 249, и базы данных прибавляем, сразу 299, хотя всего лишь 3 сайта. Почему? Ну, потому что это без учета скидки. Если вы оплачиваете сразу за год, то там у вас еще и будет скидка, поэтому будет меньше. Вот таким вот образом можно выставлять именно то количество сайтов, которое вам необходимо. Смотрите. Также, по мере того, как вашим сайтом будут люди пользоваться, помимо того, как вы будете его наполнять, у вас там будет, ну, заниматься объем, да. Также увеличивается и объем гигабайт, да, сколько необходимо вам, 3 гигабайта и так далее. Ну, и дальше увеличивается. Количество пользователей FTP, да, это что означает? Это то есть, сколько пользователей могут подключаться к вашему сайту, как администраторы и управлять. Ну, у меня по умолчанию один стоит и так далее. Ну, и тут в зависимости от того, как будет расти нагрузка, да, на ваш сайт, вот это вот тоже два показателя, которые потом вы увеличиваете. Но изначально это вот трогать не надо. Изначально, если вы просто хотите сделать 3, 4, 5 сайтов, можно просто вот здесь вот это прибавить, да, вот здесь вот прибавить. Ну, смотрите, перед тем, как это сделать, вы изначально посчитаете, стоит ли вам вот таким вот образом, да, делать, просто прибавить количество сайтов, или если вы в будущем планируете до 10 сайтов, или 6, или 7, или 8 делать, то стоит заплатить даже и за 10 сайтов. Поэтому у меня там и стоит такой тариф, 10 сайтов, потому что я, может быть, и в будущем еще сделаю. То есть, тут решать вам самим, будете вы делать еще сайты, или будет у вас только там 2, 3, 4, 5 сайтов и все. Вот так это все работает. Дальше, что еще? То есть, запомнили, если вы увеличиваете количество сайтов, вы должны поставить то же самое количество баз данных. Вот это основа. Ну, и также, по мере того, как вы сайты будете наполнять, если будет не хватать памяти, вы можете тут прибавить еще гигабайт памяти. Но, как правило, если вы видео именно не закачиваете на свои сайты, а просто вставляете кодом, то память практически не израсходуется. Я советую вставлять видео на сайт именно кодом, а не закачивать его, чтобы быстро не израсходовать память на хостинге. Итак, поехали дальше. Вернемся сюда. Допустим, если у вас уже есть сайт, вы создавали по моим видеоурокам, и хотите создать еще один сайт, вам не надо повторять все то же самое, как было в прошлых видео, а немножко сделать по-другому. Вы просто нажимаете на домен и под домен, далее, нажимаете зарегистрировать новый домен, и придумываете себе новый домен. Дальше выбираете, с каким окончанием вы хотите. Здесь окончания различные, региональные, иностранные, ну и так далее. С каким окончанием? Самое популярное, как обычно, с точкой ру или с точкой ком, или нет и так далее. Выбираете окончание домена и его регистрируете. Ну, я пока регистрировать не буду, потому что это вы сможете посмотреть, то, как я это делал в видеоуроках. То есть, зарегистрировали домен, оплатили его, дальше что делается? Дальше, смотрите, делается вторая ситуация. То есть, вы опять добавляете управляющую систему, через что вы будете управлять своим сайтом. И, скорее всего, это будет WordPress. Опять устанавливаете WordPress и привязываете к тому домену, который вы новый зарегистрировали и оплатили. Опять же, не забудьте, как я раньше показывал в видео, вот в разделе сайта, этот новый домен, который вы зарегистрировали и оплатили, отвязать, да? Вот есть такая надпись «Отвязать». А потом, когда вы его отвязали, потом вы устанавливаете каталог CMS, ну, в WordPress устанавливаете и привязываете это к новому домену. Вот так это все делается. Просто создается второй сайт. Тут уже идет доплата за, как его, за именно домен. Что еще? По мере того, как вы будете пользоваться и редактировать, настраивать свой сайт, вам в любом случае понадобится такая штука, как резервная копия. Вот сюда нажимаем и сейчас кратко объясню, что это. Смотрите, вы будете устанавливать на свой сайт плагины, работать там с кодом и можете совершить какую-то ошибку, да? И чтобы ваш сайт полностью не полетел, вы можете подстраховаться и сохранить резервную копию, как я это делал. То есть я знал, что я сейчас полезу в код, могу там что-нибудь напортачить и поломать весь сайт. Но чтобы этого не произошло, я себя страховал. То есть я нажимал вот сюда базу данных, нажимал базу данных и нажимал сохранить копию. Нажимал сохранить копию и копия сохранялась. Потом, если я что-то напортачил, давайте сохраним. Ладно, пока не будем. Долго. Не долго, а в принципе быстро, но не буду. Просто расскажу. Сохраняйте копию, потом, если вы вдруг что-то напортачили с сайтом и он у вас там не показывает, то вы просто потом заходите сюда в резервные копии и где сохранить копию, вы нажмете восстановить. И все. И у вас сайт восстановится в то же состояние, которое он был до ваших изменений. Это первое. Второе, смотрите. Если, допустим, вы так не страховались, и случайно что-то напортачили уже, но не страховались и не сохраняли копию сайта. Случайно установили какой-то плагин или залезли в код, что-то там сделали и сайт ваш больше не работает или показывает какую-то там непонятную штуку. Теперь, как восстановить, даже если вы не сохранялись. Хостинг Таймвеб каждые три дня сам сохраняет эту копию. То есть, вы можете сделать восстановление, выбрать дату, выбираете дату, допустим, 10 июля. Сегодня мы что-то накосячили, а 10 июля сайт был в порядке. И нажимаете восстановить. Выбираете сайт, ваш и нажимаете восстановить. И ваш сайт опять восстанавливается в то состояние, в котором он был на 10 июля, на ту дату. Вот и все. Это основная штука, которая новичкам всегда нужна для того, чтобы не потерять свой сайт и подстраховаться. То есть, вы всегда, если что-то напортачили, можете восстановить сайт, выбрав дату на то число, которое у вас, он был в нормальном состоянии. И также можете перед работами сохранять самостоятельно, копию. Итак, что еще? Что еще? А, по поводу оплаты. Смотрите, когда у вас будет заканчиваться срок оплаты домена, как его оплачивать. Домен оплачивается следующим образом. Здесь не видно, потому что у меня уже проплачено, уже надолго проплачено. Смотрите, здесь у вас, вот здесь вот, будет буковка П, да, буковка П, и вам нужно, в зелененьком, таком же квадратике, будет она отображаться, и вам нужно будет на нее нажать. То есть, это вы будете проплачивать именно домен сайта. То есть, вот здесь. У меня просто проплачено уже надолго, да? Сейчас еще вот здесь зайду, домен и под домен. А, да, я не туда зашел, извините. Вот, заходите в домен и под домен, и вот у нас эта буковка П. То есть, вот тут мы продлеваем наш домен, да? То есть, когда подходит у нас окончание, год проходит, на почту приходят различные уведомительные письма, что скоро у вас домен оплата закончится, и нужно проплатить. И вот здесь вы нажимаете и проплачиваете этот домен. Да? Вот нажимаете, и как обычно все это проплачивается. Выбираете способ оплаты. Вот. Хостинг как оплачивается. Смотрите, хостинг оплачивается другим способом. Вот здесь просто нажимаете на главной панели пополнить баланс. Опять же, здесь у нас, если мы оплачиваем на год, то нам дают еще один домен в зоне ру в подарок дают они. А вот здесь, если мы оплачиваем также на два года, два домена дают, если на три года оплачиваем, то три домена дают в подарок в зоне .ru. Итак, можно вносить произвольную сумму. То есть, вы можете выбрать произвольную сумму и просто пополнить. Указать эту произвольную сумму и пополнить. Вот. Что значит произвольная сумма? Допустим, вы просто хотите пополнить не на год, не на два, а допустим, на полгода. Именно для этого есть такая услуга, как произвольная сумма. И все. То есть, Просто пополняется произвольная сумма И дальше уже так же деньги будут списываться отсюда Частями пока не закончится Так, что еще вам показать Что еще важно Что у меня часто спрашивают А, оно часто путается с такой штукой Я еще раз об этом повторюсь Смотрите, когда вы создаете второй сайт Сначала вы заходите в домины под домины Нажимаете зарегистрировать новый сайт Регистрируете его и оплачиваете Потом процесс такой Заходите в сайты Отвязываете этот сайт Он тут будет привязан Отвязываете его А потом, третий шаг Заходите в каталог CMS Устанавливаете WordPress И привязываете этот WordPress К этому новому сайту Который вы отвязали только что Который новый зарегистрировал В принципе, вся процедура добавления Второго или третьего сайта Вот Так, что еще Ну, я думаю, на этом все Если будут какие-то вопросы То также спрашивайте Я периодически буду добавлять видео На ваши вопросы А с вами был Джин Лав Анатолий Любеков Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!